приветствуем вас на канале раиса горяченко дача с огород цветы в сентябре зима разве такое может быть и зачем ты страшишь людей вот эти и другие вопросы только часть я вам назвала возникают у моих друзей в последнее время у наших зрителей и подписчиков особенно после видео какой будет зима 2022 года ну и в личных беседах всегда эта тема поднимается она очень актуальна наши зрители просят продолжить эту тему присылая свои наблюдения за необычными явлениями которые происходят в местах их проживания вот некоторые из них в некоторых регионах созревает большой урожай рябины и нам пишут зрители что это уже давно она замечена что именно большой урожай рябины к лютой снежной зиме а вот еще одно важное сообщение спасибо за информацию это лариса николаевна сообщение написала у меня пасека я наблюдаю за пчелами такое ощущение что они уже готовятся к холодам еще только начался август а в ульях уже нет трутней обычно пчелы выгоняют их перед холодами а сейчас аномальная жара но в ульях вижу уже зимний расклад за много лет общения с пчелами то что происходит с ними сейчас вижу впервые была удивлена и начала их закармливать и готовить к зиме и вот вы подтверждаете то что похолодание может быть раним вот такое сообщение и другие сообщения подсказки что вот очень интересно интересные события происходят в жизни природных наших помощников в жизни насекомых тех же пчел растения животные ведут себя необычно добавлю что в этом году начиная с апреля очень много размножилось диких пчел это тема пчел кстати очень интересно я это явление наблюдаю у себя у нас в регионе в измаиле это юг украины юг одесской области и в этом году они иногда вели себя агрессивно по отношению к нашим домашним пчелам соседские пчелы прилетали и все лето пчелы вот эти одомашненные находились в напряженном состоянии состоянии защиты иногда я наблюдала стычки между дикими и вот этими пчелами которые живут в ульях такого раньше не было все было в гармонии и очень хорошо в содружестве все находились всем всего хватало возможно живучие дикие пчелы после долгой зимы и длинной холодной весны уже следующего года останутся для опыления растений ведь в природе все рассчитано и задумано правильно для того чтобы был урожай хотя бы на тех растениях которые смогут в короткий период жить и расти и дать нам плоды а теперь о моих любимых елях которые более трех десятков лет мне подсказывали погоду на зимний холодный период обычно в конце мая начинали на ветках появляться шишечки концу июля уже красовались на елях множество шишек в определенных частях деревьев более 30 лет назад один мудрый человек которого уже нет в этой реальности поделился со мной своими многолетними наблюдениями за этими елками и эти елки у нас кстати находятся на главной площади города измаил в центре города измаила где мы и проживаем так вот он получил эти знания от других мудрых людей которые ему тоже рассказали вот этот секрет но вот тогда он мне рассказывал показывал как определять зиму по елкам этим он объяснял что если самых нижних веток на елке летом формируются шишки то зима рано начнется если со средней половины дерева на ветках нарастают шишки то зима начнется после новогодних праздников кстати так всегда было у нас очень много лет вот это все наблюдала и если же шишки нарастают только на верхней части ели то зима будет очень поздний и короткая если их было немного этих шишек но и весна будет прохладной длинной и холодной но тогда я спросила а что если шишек вообще не будет на на елке немного призадумался мой собеседник и сказал подумай ведь шишки это семена это еда для птиц и для человека тоже может быть нет шишек нет пищи для пернатых а для людей спросила я аналогичные для людей будут проблемы с едой 30 лет назад этот разговор был и я его помню и за все эти годы наблюдений за этими елками но у меня все время были точные подсказки моих подруг еловых растений я знала какая будет зима и на что рассчитывать а в этом году картина необычная никогда такого не было на елях на нескольких ветках остались старые шишки с 2020 года в мае июне и где-то три недели июля вообще никакого движения не было на елях единственное что нарастали вот эти висячие ветки вниз и только в конце июля в начале августа стали происходить подвижки на нижних ветках елей стали появляться маленькие шишечки на самых нижних и на некоторых ветках среднего яруса вот сегодня я снова пришла к своим предсказательницам погоды на зиму 2022 года с веток продолжают нарастать висячие веточки которых раньше никогда не было и на кончиках или серединках этих веточек и на самих ветках от центра елки образуются вот такие маленькие зачатки шишек словно еле только начали записывать новую программу на 2022 год но это мы понимаем про программы когда уже стали работать с компьютерами понимаем что должна быть программа и по программе идет сценарий и вот эта программа первые шишечки именно на нижних веточках свидетельствует что холода первые морозы могут уже начаться в сентябре но это не значит что прямо резкая вот снежный буран хотя как сказать но будут еще оттепели будут и теплые периоды хорошо что в сентябре а не в конце июля как произошло в теплой бразилии южноафриканской республики и других странах африки кстати и в австралии и недавно мне сообщили что уже снег и морозы в магаданской области хотя казалось бы там раньше было теплее но это северный регион а вот теплые страны у них уже в июле месяце снег и это снег там где летом всегда знойное жаркое лето а тут снегопады и ночные морозы от минуса 2 иногда до минус 10 градусов я всегда просматриваю сводки погодные так вот меня просто поражает и показывают жирафов и других животных которые в снегу находятся снежные шторма все чаще посещают регионы с теплым климатом по мнению некоторых ученых сейчас происходит закономерный процесс сворачивания планетарного цикла и переход к менее ледниковому периоду еще называют ученые его малой ледниковой эпохи все происходящее на нашей планете циклично циклы происходят вследствие колебания оси земли положение звезд планет наша солнечная система сейчас вот со всем этим интересным расположением движется в совершенно другие области космоса из-за этого магнетизм на земле становится другим я думаю что вот этот магнетизм повлиял на рост вот этих висячих веток на елках и кстати меняется кое-что другое на растениях я веду наблюдение и буду дальше делиться с вами все основные вещи которые в которых мы живем рядом с которыми мы находимся в нашем пространстве все меняется и меняется теперь полностью климат после сильного нагревания земли воздуха воды по принципу работы холодильника наступит и наступает уже малая ледниковая эпоха прошлый год это как раз доказательство в разных странах вот эти различные зимние шторма где-то воцарится уже на постоянной основе холод а в холодных регионах станет тепло но в любом случае на всей земле полностью изменится климат кстати малые ледниковые периоды уже были не раз на планете после них полностью менялся уклад жизни появлялись новые технологии новые растения животные продукты питания и что нам делать сейчас ранее холода как в бразилии в юар австралии уничтожит просто-напросто урожай и зима с морозами снежными буранами и штормами уничтожит наши теплолюбивые растения инжира граната другие растения предупрежден вооружен эта фраза у меня всегда впереди и она всегда в любом случае для меня очень важно знай о том что грядут холода очень рано кстати мы можем подготовиться уже сегодня для растений можем подготовить укрытие для долгой и успешной зимовки сделать солидные заготовки на зиму все поздние осенние посадочные работы придется перенести на более ранний период в августе это все сделать и мы это обязательно сделаем что мы делаем еще утепляем дома вы мне об этом пишите рассказываете готовим дрова проверяем печки как они работают готовим сено и корма для животных а для себя любимых еще строим теплицы вернее для наших любимых растений которые станут главными помощниками в нашем витаминном питании вот эти зеленые домики очень помогут многим выжить в это сложное время менее ледникового периода завершу очередное видео о климате и погоде еще одним интересным фактом инжир это теплолюбивое растение вот 15 января 2021 года мы кстати до этого времени не укрывали если раньше у нас было укрытие в конце ноября то был теплый период и мы думали что в этом году будет уже тепло и мы не будем укрывать но тут сильное похолодание шло резкое мы посмотрели сообщение синоптиков и буквально вечером ночью укрыли свои растения и уже утром было минус 18 и мы успели именно укрыть наши растения в теплые домики и гранаты и инжиры а снимали уже укрытие как обычно в конце марта всегда к 15 июня на растениях инжира созревали плоды а летом 2021 года впервые ситуация иная только в конце июля начали созревать очень крупные плоды весом около 100 граммов форму форма у них в виде удлиненной груши вкус слегка горьковатые вот этой тонкой части плода сверху от растения а сама же нижняя часть сладкая съедобная она укутана толстой кожурой и самое главное в это время набирает вес набирает вес плоды второго урожая одновременно идет вот эта работа инжир словно спешит до конца лета выпустить в зрелую жизнь все свои плоды хотя в былые времена зеленые плоды формировались и росли до ноябрьских морозцев в нашем регионе вот такие очень интересные наблюдения и изменения в нашей жизни и климат но растения живут с природой в симбиозе в гармонии и через эти растения природа дает нам подсказки кстати вот эти плоды инжировые это тоже изменение магнетизма и вот эта форма плодов настолько вот утонченная вот эта часть от самой веточки это снова же изменение магнетизма да планета меняется и климат меняется человечеству которое любит стабильность надо быстро перестраиваться придется быстро перестраиваться мы же пришли на землю не для того чтобы пролежать на диване перед телевизором в теплом доме или квартире и при этом что-то еще есть и впрочем вы знаете что делают в таких случаях привыкшие к стабильной жизни люди а мы здесь для того чтобы учиться понимать узнавать новое пробуждаться и понять понять что уже никогда и ничто не вернется к норме в старые привычные русла менее ледниковый период это уникальное время чтобы мы пробудились проснулись к новым абсолютно новым возможностям и принципам жизни как это относится к нам огородникам садоводам да самым прямым образом мы с вами всегда находимся в содружестве с землей с растениями с водой и нам на наших хрупких плечах нужно будет вот это новое время принести мы выстоем с вами мы переживем это все потому что мы для этого пришли в это время на землю тема погоды будет продолжена но пока на сегодняшний день у меня вот такие интересные наблюдения и хочется вас предупредить предупрежден вооружен мы с александром федоровичем готовимся к этому периоду и будем думаю готовы к тому чтобы в сентябре уже придут первые морозы и могут погубить растения но для этого естественно мы будем собирать урожай пораньше готовить растения в саду сейчас очень важная будет работа они в одном из видео расскажу как подготовить садовые растения к этому периоду длительной зимы и холодной зимы чтобы они перезимовали и вышли живыми к поздней весне следующего года и летом все-таки нас порадовали урожаем раиса горяченко и александр волик прощаются с вами до следующих встреч на нашем канале хорошей вам погоды в вашей душе мира и спокойствия но и хорошего состояния вашей хорошего вам настроения позитива чтобы вот это все спокойно воспринимать и очень быстро ориентироваться меняться в этой сложной ситуации для этого мы сюда и пришли удачи вам пока пока